Всем привет, это Ксения Князева и мой видеовлог о моде. Маш, заходи давай! Нашлась минутка, чтобы поговорить о самых насущных темах, ведь прошла неделя моды и дико хочется обсудить все, что мы увидели с вами на улицах, прямо перед Манежной площадью. А там у нас, друзья, большое количество всякого народа. От артистов шапито до перспективных бабушек, конечно, есть и городские сумасшедшие. Я думаю, что это и есть основной сок нашей российской моды, о ней мы сегодня будем разговаривать в лицах. Который я плохо, не как обычно, появилась. Импровизируем! Несколько лет назад я приняла решение не участвовать в российской неделе моды по некоторым субъективным причинам. Однажды после недели моды я просматривала свой показ со стороны, не так, как мы смотрим обычно за кулисами, а именно со стороны. И пока все зрители моего показа испытывали глубокие переживания относительно сгорающей на огне инквизиции Жанны Дарк, вдоль подиума пробиралась четко, пробирался человек-муха, понимаете, для того, чтобы занять место в следующем показе. Я подумала, кто эти люди, которые ходят на неделю моды в Москве. И вот вам мой вердикт. Давайте посмотрим на них внимательно и прямо сейчас. Хочу сделать некоторое отступление. Перед тем, как просмотреть модников Москвы, я, конечно же, заглянула на стрит-стайлы европейской недели моды в Милане, в Париже, в Лондоне. И заметила некоторую тенденцию на упрощение всех тотал-луков, на монохромную цветовую гамму, на спокойные теплые оттенки, на интересные, но более казуальные и более, скажем, романтичные сочетания вещей в тотал-луках. И тут открываю российскую неделю моды и понимаю, что немножечко есть некоторое разногласие. И оно, кстати, заключается в обилии перегруженных образов. Вот о них сейчас мы и будем говорить. Итак, я хронически не могу хейтить. Это просто очень сложно как-то. Это грех. Это грех. Начнем с первого образа. Иногда, мне кажется, что девчонки из Южного Бутова приехали, надели на себя все самое красивое, что у них было, и вышли перед Моднежной площадью, потому что им бесплатно подарили показ на Александра Рогова, например, или на Юлию Далакян. Вот они пришли на показ, нарядились во что только можно было, в самое модное, и получилась такая вот небольшая модная каша. Во-первых, образ совершенно не клеится между собой целиком, потому что кожаная куртка из 2000-х не очень клеится с спортивными атласными штанами современными. И вот такой вот непонятной хлопковой или вискозной рубашкой с каким-то активным принтом. Причем этот принт, есть у меня такое ощущение, что надета рубашка, еще и платье, куртка под ней, под эту куртку и под платье, брюки спортивные. Все это усугубляется еще какой-то арт-сумкой с принтом и сережками Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Я еще не видела такого деления по горизонтали активного, плюс еще непонятный воротник опаш, который совершенно не в моде сейчас. И я бы не стала такое, ни за что надевать платье. Очень странное сочетание принтов вверх до пояса, дальше внизу какой-то мелкий принт. И очень странное сочетание стилей. Это и не боха, и не спорт, и не кэжуал, в общем, все очень ужасно, мне кажется. Если не согласны, пишите в комментариях. Следующий образ довольно комичен, я назвала его условно бабушка Олега Попова. Здесь явно видно, что девушка разбирается в трендах, но почему-то решила, так как, видимо, у нее было пригласить не только на 1-2 показа, решила надеть все сразу вместе и собрать все образы в кучу и все тренды в одном то-то луке. Итак, что мне здесь реально нравится? То, что использованы яркие оттенки, яркие цвета, неоновые оттенки даже есть, неоновый желтый, какой-то потрясающий салатовый цвет. Хочу обратить ваше внимание на трендовые ботильоны молочного цвета, которые очень модны в этом сезоне, на классные широкие штаны карга, которые тоже действительно являются трендовыми. Дальше отрезаем, и начинается просто веселье самое настоящее. Мы берем вязаную бабушкину кофту, сверху надеваем куртку сестры, тоже из 90-х, или, может быть, мама носила такую куртку когда-то. Под бабушкину кофту, под бабушкин блейзер, мы надеваем красивую блузу в горох, тоже всех цветов радуги, и завершаем этот прекрасный образ рыжий в горошек косынкой, и обязательно еще, чтобы она не сваливалась на ветру, чтобы на всех фотографиях выглядело красиво, но еще и был отсыл туда в детство, когда я ходила в софт-парк в такой косынке, и мне мама ее прикрепляла вот этими вот невидимками, чтобы она не слетала, то получается у нас такой вот Настенька от Баленсиаги. Вот так я бы сказала, наверное, про этот образ. Очень-очень перегруженный. Я бы оставила этот образ ниже пояса, а вот выше пояса немного бы освободила от косынки, его сделала какую-то ультрамодную там короткую стрижку, подчеркнула эти штаны карга красивыми небольшими очками, но точно убрала бы вот эту вот блузку горохов. Нет-нет-нет-нет. И бабушкин блейзер к чертовой бабушке. Некоторые модники Москвы тренд многослойности воспринимают совершенно буквально, поэтому из-под пятницы суббота, как сказала бы моя бабушка, уже никого не пугают. И у нас тут из-под пятницы суббота, воскресенье, и также понедельник следующей недели выбирать немного. Мы начнем с синих колготок. Девчонки, когда вы надеваете какие-то яркие колготки, вы должны понимать, что они увеличивают ваши ноги в ширину. Поэтому, если вдруг вы решили надеть синие, посмотрите. Если у вас совсем худые ноги, надевайте все, что угодно. Если у вас все-таки такие, как у меня, с квадратными коленками, то, пожалуйста, выбирайте что-нибудь более изящное. Либо черные колготки, которые страннее от вашей ноги, и вытягивают ее. И никогда, либо совсем уж тонкие, если холодно, например, бежевые, да, 8 ден, чтобы они были совершенно незаметны. Вообще, я против бежевых колготок, и, в принципе, против колготок. Единственное, что я могу вам порекомендовать, это черные колготки 40 ден, которые слегка просвечивают ногу, при этом делают такой красивый, очень удлиняющий силуэт. И никогда, пожалуйста, не режьте так ноги ботинками, потому что сразу, во-первых, нога становится шире за счет синих колготок, плюс разрезается ботинками, она становится короче. И дальше идем снизу вверх, если мы к этому образу, то опять миллион всего. Какая-то романтичная, романтичная платье-комбинация, да, которая надета на олимпийку спортивную. Значит, у нас романтичный стиль, погнали, комбинируем его с олимпийкой, и дальше добавляем немножко кэжуала и надеваем старую свою джинсовку, которую купили в H&M. Сверху жакет или что это у нас, какая-то курточка такая, тоже вроде бы завершающий образ или надета просто для того, чтобы не замерзнуть. Синие ногти, много синего, еще колье, которое мы надевали на рубашки и на какие-то вещи сверху лет, эдак, 6 назад. Все это заканчивается красивыми, единственным модными очками в этом тотал луке и какой-то непонятной, ну, потому что очень сложно разглядеть сумкой. Но она, на самом деле, этот образ совершенно не спасает. Сейчас вы скажете, князь, ну что ты придралась к синим колготкам? Что ты решила вдруг разглядеть вот так под микроскопом образы со стритстайлов нашей великой державы? Ну, ребята, вы на главной модной площади страны, вас показывают как лучшие образы в портале Vogue.com. На вас ориентируются многие девушки нашей страны, потому что не все из них могут вот так вот приехать в Москву и поглазеть, что же там происходит в нашей модной среде. Ну, давайте выбирать как-то более адекватно тренды, подбирать их и комбинировать в едином тотал луке грамотно, и чтобы это выглядело как минимум адекватно. Но есть, кстати, и очень даже милые и приятные сюрпризы. Вот, например, оранжевый образ апельсинового цвета. Очень мне нравится черный с оранжевым. Это беспроигрышный вариант, причем неоновый оранжевый действительно в тренде, в моде этой весной. И мне нравится, что девушка поддержала этот активный оранжевый своими очками, больше не перебрала с оранжевым, не накрасила ногти, например, оранжевым цветом. Мне очень нравятся широкие брюки-кюлоты, это очень трендовый образ, и сами по себе брюки очень круто сидят на худых девчонках. Кстати, и довольно полным девочкам они подходят, лишь бы только был рост хороший. Очень круто, что девушка решила сочетать такие женственные, да, или кажуальные кюлоты со спортивным стилем. О нем говорит у нас прекрасная толстовка с капюшоном, ничего лишнего нет. Сейчас мысль-то потеряна, подожди. Девушки, России, вы все еще пытаетесь сочетать многослойные образы вот там у себя в Рязани, в Пензе, в моей родной, еще где бы то ни было. Пожалуйста, делайте это аккуратно, и не старайтесь сразу все на себя надеть, потому что это действительно большая умственная работа. Смотрим на следующий образ, и условно мы назвали его стильный смотритель маяка. Начнем с того, что девушка действительно угадала со всеми трендовыми цветами сезона. И правда, карамельный и теплый коричневый является самым любимым у стритстайлеров в Европе в этом сезоне. Но вот с пропорциями есть некоторые проблемы. Весь образ кажется прямоугольным. Начнем снизу. У нас клетчатые прямые брюки, которые визуально укорачивают ноги. Разрезается это все в районе бедер, опять же, прямой рубашкой в стиле 70-х. Мужская прямая рубаха, сверху куртка рыбака. Здесь мы закрутили все на манер смотрителя маяка. Дальше из романтичного добавим небольшой галстучек вот сюда в районе шеи. Завяжем его, пусть он будет у нас галстучек Версачи, например. И возьмем клетчатую сумку с садовода, бумажный пакет, который будет завершать весь образ, якобы сочетаясь с клетчатыми брюками. И второй более теплой сумкой из кожи. И все это выглядит очень нелепо. Вообще, что-то нужно здесь менять. Вообще, это можно как-то спасти? Что бы я изменила? Во-первых, выкинула бы этот бумажный пакет. Во-вторых, рубашку либо заправила в брюки, чтобы удлинить образ, удлинить ноги, если у нас на высокой талии эти брюки. Либо подвязала эту рубашку на талии, чтобы тоже удлинить ноги и хоть как-то выстроить силуэт. Потому что человек-прямоугольник, это не есть очень красиво. Безусловно, есть и очень привлекательные образы на стрит-стайлах российской недели моды. Но, к сожалению, они мужские. И вот сейчас с моего стороны должны полететь помидоры. Дим, ну ты вообще, что ли, совсем-то бессовестный. И вот он прекрасный образ из 90-х в стиле «Между нами тает лед» с очень трендовой клеткой, черно-белой гусиной лапкой крупной, сочетанием с мелкой клеткой на брюках. Просто шикарный стиль, о чем говорит надпись «Наребани футболки». Очень красиво, мне нравится действительно отсыл к этим 90-м в виде золотой цепочки. Молодец, мальчишка. Вот это прям пятерка тебе, умничка. Так, мы говорим про этих двух очень странных людей? А вот еще один классный образ. Это девушка в желтых очках с ярко-желтой, даже, я бы сказала, горчичной сумкой кожаной, в широких колешах от бедра с красивыми кроссовками, крутыми балансяга, если я не ошибаюсь. Меня здесь привлекает то, что нет реального перебора, нет каких-то бесконечных косынок, повязанных во всех интересных местах, где только их можно привязать к телу, нет бабушкиного джемпера, нет колготок синих. Все очень гармонично, спокойно, выдержанно, как будто она просто проходила мимо и вот попала нечаянно на неделю моды. Но видно, что образ продуман досконально, видно, что к нему подошли интеллигентно и с интеллектом. Это просто зашквар для меня. Вот даже я не могу сейчас что-то в кануте парировать, вот больше нечего сказать, no comments. А зебры in love, как бы Бузова сказала. Но самое большое, что меня пугает в этом образе, это даже не крест на груди, не очки из детского мира, не кожаная куртка, бог с ней, она совершенно нормальная. И даже я могу закрыть глаза на вот эту полоску, которую раскрашивают железнодорожные столбы, как раз по диагонали. Но эти ноги, реально ноги-зебра, ребята. Такое ощущение, что она прям... Смотрю на этот образ и думаю, он сам за себя уже все сказал. Ну оставьте, ребята, вы уже эти косынки. Ну хватит уже их лепить к спорту, к кэжуалу, к шику. Ну прекращайте, ну здесь уже просто невозможная комбинация худи, объемная футболка, фиолетовые, баклажановые, хорошо, колготки. И еще малахитовый потрясающий платочек у бабушки взяла. Ну правда, ребята, ну это уже слишком, честно. Ну держите себя в руках, когда собираетесь. Не надо ничего кушать перед этим психоделическим. О, а вот это вот очень неплохой вариант. Как раз такой модной рабочей одежды, которую так хотят сочетать со всеми платками мира наши стритстайлеры в Москве. Отличный, блестящий, кожаный, полиэтиленовый, наверное, скорее всего, тренч в полоску. Это вам не пчелка моя, это очень даже неплохо. Вместе с контрастными черными сумками на талии, которые делают акцент на аксессуары. Неплохой переход в очках, такой градиент в желтый. Прикольный капюшон, толстовка в тему, черные ботильоны. Все очень сочетается, все очень выдержанно и грамотно. Мне кажется, это один из самых удачных, таких радикальных образов на нашей неделе моды. Блин, у него леггинсы обтягивающие. Это что это? Что это? Как вообще? Ребята, мне кажется, что подобные образы вообще порочат образ Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Вот честно, ну зачем вы так наряжаетесь, милые мужчины? В эти уродские каблуки. Они же уже давно не модные. Ну кто носит на такой платформе и на таком каблуке отвратительном ботильоны такие высокие? Ну а вообще мы назвали этот образ Леди Гога, и он не требует больше никаких комментариев. Он требует просто полиции нравов какой-то московской. Не знаю, такого подразделения у нас еще нету. Косынки, 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 косынки. У каждой второй девушки на стритстайле, ну что там говорить, и у некоторых парней тоже косынки на разных частях тела. Мы нашли им человека, который обогатился в этом сезоне на косынках. И надо сказать, что на нем они выглядят адекватнее всего. Вот этот парень на фоне матрешек. Видимо, он продает еще и какое-то народное творчество, кроме косынок. Но бизнес процветает на аксессуарах. Поражают эти неоновые лосины, которые обтянули бедра Цискоридзе практически. Я долго думала над тем, что же заставило парня прийти на неделю моду в костюме космонавта. Я уже представляю, как он садится в первый ряд, кладет ногу на ногу. Вот это вот неоновые лосины виднеется, обтягивая все его прелести. И кладет скафандр рядом. А следом за ним садятся Сталин и Ленин с Красной площади. Ведь они тоже проходили мимо и попали на детей моды. Итак, стритстайл столицы полонно различных конфессий, культур и представителей разных психологических лечебных учреждений нашей страны. Но я думаю, что перечислять их будет очень долго и сложно. Просто посмотрим фотографии. Мы еще и название классное придумали. Ребята, если вы окончательно не разочаровались в моде, пожалуйста, давайте обсудим эту тему в комментариях. Пишите. Даже самые странные комментарии я приму с пониманием. Ну а также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи в следующих выпусках. Пока!